Продолжая сегодня наше путешествие по Евангелию от Иоанна, я сфокусируюсь на том, насколько для нас с вами важно всегда пребывать в ожидании чуда в своей жизни. Это программа «Узнавая еврейского Иисуса». Присоединяйтесь к нам. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Благословений и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кеордж Шнайдер. Я приветствую вас на очень важном выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Отец, мы приглашаем Твой Дух Святой, чтобы Он послужил нам, укрепил нас Твоим Словом ради Твоей славы. Освящай нас, Отец. Мы хотим быть благоуханием для Тебя и радовать Царя Иисуса. Сегодня мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, двигаясь от стиха к стиху. Порой очень важно проповедовать именно так, потому что слишком часто люди питаются одним и тем же вновь и вновь. Десерт – это вкусно, но вам не захочется постоянно есть одни только десерты, заменяя ими всю остальную пищу. Однако есть такие платформы, на которых люди словно сидят на диете. Они питаются одним и тем же, и за дня в день ничего не меняем. Нам нужно принимать Слово Божие во всей его полноте, поэтому будет очень полезно двигаться по книгам Библии так, как это делаем мы с вами, изучая Евангелие от Иоанна. Сегодня мы продолжим наше изучение. Это уже третий сезон, и второе по счету послание этого сезона по второй главе Иоанна. Возьмите в руки свою Библию и откройте Евангелие от Иоанна. Я не буду пояснять каждый стих отдельно, поскольку я и так записал восемь программ по первой главе. Поэтому я буду ускоряться на одних стихах и останавливаться на других. Давайте посмотрим на третий день. Напоминаю, что за день до этого в первой главе Иоанн Креститель представил всем Иисуса как Мессию. Иисус уже призвал своих учеников. Его служение только начинается. Он еще не совершил никаких чудес, никаких значимых чудес перед народом. На прошлой неделе я рассказывал, что Иисус послужил Нафанаилу словом знания и даром развлечения. И тот был несказанно удивлен. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, женщины, еще не пришел час Мой? Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте». Позвольте немного прокомментировать этот отрывок. Мы прочитаем о первом чуде Иисуса. Обратите внимание, что свое первое чудо Он совершил на свадьбе. Что такое свадьба? Это время празднования. Время большой радости. Возможно, вам представлялся случай побывать на еврейской свадьбе. А в этом отрывке это, конечно же, еврейская свадьба. Все, кто хоть раз был на еврейской свадьбе или видел, как происходит это событие, знают, что это большое и веселое празднование. Поэтому на этой свадьбе было вино. Вино в Писании – это символ земного празднования. В целом, вино в Писании всегда является символом празднования. Иисус оказался на таком праздновании, на этом радостном событии, и совершил чудо, превратил воду в вино. Продолжаем читать. Сейчас Иисус как раз совершит чудо. Когда чудо совершилось, все пришли в полный восторг. Гости говорили, вино, которое нам сейчас подали, намного лучше всего того вина, что нам подавали до этого. Этот факт многих смутил. Обычно делалось так. Сначала подавали хорошее вино, а когда оно заканчивалось, гостям подавали вино более низкого качества. Люди уже были пьяны и, скорее всего, уже не чувствовали разницы. А возможно, им уже и не хотелось никакого вина. Но на этот раз все было совсем наоборот. Последнее вино было лучше предыдущего. Это словно говорит о том, что Божьи пути выше наших путей, так же, как небеса выше земли. Так вот, среди гостей царило недоумение. Они удивлялись, что им подали самое лучшее вино лучше прежнего. А мы продолжим читать. Десятый стих. И говорит ему. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Люди говорили это не Иисусу, а распорядителю праздника. Послушайте, что сказано в следующем стихе. Так положил Иисус, начало чудесам в Кане Галилейской. Явил славу свою и уверовали в Него ученики Его. Я хочу дать несколько пояснений. Опять же, здесь мы видим настоящий феномен. Самое лучшее вино подали в самом конце праздника, вопреки общепринятому обычаю. Но я хочу поговорить о духовном значении. Евангелие от Иоанна, одно из самых глубоких, оно несет в себе глубочайшие откровения о Царстве Бога и Его Духе. Пусть вас ободрит слово о том, как Иисус совершил свое чудо. И самое лучшее вино было подано в последнюю очередь, что совершенно противоречило устоявшемуся обычаю сначала подавать хорошее вино, а затем вино похуже. Запомните, когда мы с вами следуем в своей жизни за Иисусом, самая лучшая пора нашей жизни ждет нас в конце. Вы уловили мысль? Обычай мира заключается в том, чтобы сначала подавать хорошее вино, а затем вино более низкого качества. Точно так же и мир смотрит на жизнь человека. Самыми лучшими годами его жизни считаются его ранние годы, когда он растет, впервые обретает какой-то жизненный опыт, а затем вступает в подростковый возраст. Самыми лучшими годами жизни человека в мире считаются его ранние годы. Затем, когда люди становятся старше, становятся более зрелыми, жизнь тоже становится сложнее, а жизнь уже не кажется им праздником. Человек думает, я уже не смогу быть таким активным, как раньше. Я уже не смогу побывать в тех местах, где я когда-то был. Но знайте, возлюбленные дети Божьи, когда мы с вами не сводим свой взгляд с Иисуса, если мы не сводим свой взгляд с Иисуса, самые лучшие порой нашей жизни будут финальные годы нашей с вами жизни. Точно так же, как самое лучшее вино было подано в конце этой свадьбы, так и самые лучшие годы вашей жизни ждут вас ближе к завершению вашей жизни. Я хочу, чтобы это вас вдохновило. Не бойтесь возраста. На днях мы с Интией встретились с нашей знакомой пожилой женщиной-еврейкой. Которую многие зовут своей еврейской бабушкой. Ее зовут Агнес. Сейчас мы покажем вам ее фотографию. Агнес всю свою жизнь была одинокой, не растила детей, однако она никогда не сожалела о своем одиночестве и отсутствии детей. Вся ее взрослая жизнь посвящена Иисусу с тех пор, как Иисус сверхъестественно исцелил ее много лет назад от болезни. Тогда и начались ее отношения с Господом. И она стала следовать за Ним. Сейчас ей 88, но при каждой встрече с ней, мне кажется, что она только что уверовала. Она всегда внимательна к себе, всегда кается, всегда записывает в блатно то, что делает Бог в ее жизни. Она неизменно свежа в свои 88 лет. Вчера вечером, когда мы с ней встретились, я сказал Агнес, что она ощущает и излучает бесконечный мир. И это при том, что нам всегда приходится помогать этой женщине сесть и выйти из машины, а при передвижении на большие расстояния нам приходится возить ее в коляске. Небольшие расстояния она преодолевает с палочкой. Эта женщина живет одна, у нее нет детей, она уже не может делать то, с чем легко справлялась несколько лет назад. Когда наш внешний человек умирает, наш внутренний человек изо дня в день обновляется. И самые лучшие дни вашей жизни ждут вас ближе к концу, если вы будете смотреть на Иисуса. Точно так же, как на свадьбе самое лучшее вино было подано последним. И сейчас, Отец, я делаю пророческое заявление. Это слово для тех, кто любит тебя и смотрит эту программу. Особенно для тех, кто чаще находится дома и боится приближения старости. Я провозглашаю Твое слово над каждым из них. Ни жизнь, ни смерть, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее не смогут отделить их от Твоей любви. Я провозглашаю уверенность, мир и всю возрастающую любовь и шалом для Твоего народа. Я прошу, чтобы каждый, кто смотрит на Тебя, имел уверенность, что лучшие дни их жизни еще впереди. Ты сказал, что мы обновляемся каждый день и переходим из силы в силу, из славы в славу, из благодати мы переходим в благодать. Аллилуйя! Да будет так наш Отец! Вернемся к нашей программе. Мы продолжаем изучать вторую главу. Хочу вернуться к 10 стиху, о котором я уже говорил. Я прочту его еще раз перед тем, как двигаться дальше. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою. Послушайте меня внимательно. Мы часто размышляем о славе Божьей. Мы поем о славе Божьей. Те из наших зрителей, кто вырос в церкви или ходит туда, часто поют песни о славе Божьей. Мы читаем о славе Божьей в Писании, но послушайте вот что. Знаете ли вы, что чаще всего Писание, Библия, ассоциирует славу Божию с моментами физического проявления Бога и Его силы на земле? Я повторю. Когда мы говорим о славе Божьей, мы чаще всего подразумеваем величие Бога. Но когда мы встречаем в Писании термин «слава Божия», речь там чаще всего идет о тех моментах, когда сила Божия проявляется в этом времени и пространстве. И теперь, зная об этом, прочитаем этот стих еще раз. В нем говорится, что первым знаменем было превращение Иисусом воды в вино. Это было сверхъестественным проявлением силы Бога, Бога невидимого, который показал свою силу и свою реальность на земле. Когда невидимый Бог являет свое величие, совершая что-то сверхъестественное на планете Земля, Он являет свою славу. Писание часто говорит о славе Божией. Там, где появляется такой термин, Писание чаще всего подразумевает те моменты, когда невидимый Бог являет свою красоту, силу и славу на земле. Обратите внимание на то, что сказано в 11 стихе. «Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской, явил славу Свою». Каким образом Бог явил Свою славу? Он сотворил нечто сверхъестественное, что все увидели. Послушайте еще несколько примеров мысли, которые я сейчас поделился. Слава Божия проявляется во время чудес. Возьмем, к примеру, такой стих. «Слава Господня осенила гору Синай». Господь явил Себя еврейскому народу на горе Синай 3,5 тысячи лет назад. Что тогда произошло? Слава Божия опустилась на гору Синай. Люди видели огонь, видели славу Бога и слышали звук грома. Послушайте еще раз. «И слава Господня осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Людям явилась слава Божия. Как она была явлена? Она была явлена так, что израилетяне ее увидели. Я делаю на этом акцент, чтобы помочь вам понять. Читая Писание, обращайте внимание на этот феномен. Бог являет Себя людям через чудеса и знамения на планете Земля. Иоанн писал, что Иисус совершил огромное количество чудес и знамений, так что их невозможно было вместить в одно Евангелие. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он являет свою славу, совершая что-то сверхъестественное в жизни своих детей. Нам необходимо поверить, что наш Бог – это не только Бог вчерашнего дня. Он не только тот, кто когда-то творил великие чудеса для Авраама, Исаака и Иакова. Разве не удивительно, какие чудеса творил Бог во времена Иисуса? Нам нравится читать Библию и узнавать, что делал Бог для своих детей много лет назад. Но, знаете, наш Бог – не только Бог древности. Все то, что Он делал для своего народа в Писании, Он делает и сегодня. Потому что возлюбленные – Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не просто Бог вчерашнего дня и не только Бог дня завтрашнего. Некоторые люди считают, что достаточно однажды принять Иисуса, а затем просто изучать Библию и ждать дня своей смерти, чтобы встретиться с Богом. Знаете, Бог – это не только Бог завтрашнего дня, Он также и Бог дня сегодняшнего. В этом мире мы не увидим Его во всей Его полноте. Мы видим Его, как сквозь тусклое стекло. Но давайте не будем забывать о том, что Он по-прежнему творит чудеса и дает знамения. Он по-прежнему что-то совершает в жизни Своего народа. Если вы внимательно Его слушаете, неустанно продолжаете искать Его и стремитесь слушаться Его, я гарантирую, вы увидите славу Божию в своей жизни. Вы увидите, как происходят сверхъестественные вещи. Это могут быть сверхъестественные обстоятельства. Например, кто-то позвонит вам как раз в нужное время, или откроются какие-то двери, когда вы совсем этого не ждете. Просто будьте внимательны. Когда Бог совершит что-то сверхъестественное, не списывайте это на стечение обстоятельств. Не говорите, что это чудо, чтобы потом сразу об этом забыть. Запишите это, а затем сконцентрируйтесь и поразмышляйте над этим, поблагодарите Бога и отпразднуйте это. Когда вашей жизнью настанет сложное время, и будет казаться, что ничего не происходит, вы сможете вспомнить или посмотреть в своих записях, что сделал для вас Бог. Это вдохновит вас и поможет двигаться дальше, поможет идти по вере и ожидать большего. Хочу продолжить и прочесть следующий стих. Первое чудо на свадьбе. Итак, 13 стих 2 главы. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. Здесь есть два важных момента. Обратите внимание, что Иисус праздновал Пасху. Он праздновал не только Пасху, но и все праздники, о которых Бог сказал еврейскому народу. Это очень важно. Сегодня многие христиане зачастую не учитывают тот факт, что некоторые праздники, которые Бог дал Израилю, могут быть источником духовного благословения для христиан, как для тех, кто был присоединен к израильскому обществу, как сказано в послании Ефесиным. «Мы не под законом, но давайте не будем выплескивать младенца вместе с водой». Все эти праздники, начиная с Пасхи, это прообразы того, что Отец сделал для нас в Мессии Иисуса. Именно поэтому Иисуса называют пасхальным Агнцем. Я просто хочу отметить тот факт, что Иисус праздновал Пасху, как и все остальные праздники. Вы тоже получите благословение, если однажды придете в Центр Лев и Удин, чтобы принять участие в одном из этих праздников. Всю необходимую информацию вы можете найти на нашем сайте, но вернемся к нашему адресу. Хочу сделать ударение на слове «Иудейское» в 13 стихе. Здесь сказано «приближалась Пасха иудейская». Если изучить эмоциональную окраску термина «Иудеи» в Евангелии от Иоанна, то она чаще всего несколько негативна. Именно «иудеи» требовали распятия Иисуса и так далее. Встречая термин «иудеи» в Евангелии от Иоанна, мы видим, что он чаще всего имеет негативный смысл. Порой он даже настраивает читателя против еврейского народа. Но послушайте меня сейчас очень внимательно. Когда Иоанн использует в своем Евангелии термин «иудеи», он чаще всего подразумевает религиозных лидеров-иудеев. Он совершенно не имеет в виду еврейский народ в целом. Иоанн и сам был иудеем. Иисус был евреем, и те, кто следовал за ним, тоже были евреями. Первая церковь в Иерусалиме состояла только из евреев. Используя термин «иудеи», Иоанн не имеет в виду еврейский народ. Он имеет в виду конкретных религиозных лидеров того времени, которые устанавливали свои правила и порядки и постоянно притесняли Иисуса. Я надеюсь, что сегодня вы сделали две вещи. Вы стали больше ценить еврейские корни своей веры. Также я надеюсь, что вы запомнили, что с возрастом ваша жизнь станет только насыщеннее, если вы будете продолжать смотреть на Иисуса. Продолжайте верить и доверять Ему. Я люблю вас. До новых встреч. С вами был Равин Шнайдер. Шалом. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Дорогая Синтия, спасибо за вашу статью «Колодец любви». Читая ваши полные любви письма, я всегда тронута до слез. Мой разум просвещается, а сердце радуется. Мне так нравится, что вы называете нас возлюбленными, с такой искренностью в голосе и поведении. Спасибо вам, что вы решили открыться для помазания Духа Святого. Его святое полной любви, исцеляющее послание течет через вас так мягко и приятно. Марсия. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку, ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в Его построении Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Господь дал Моисею конкретные указания относительно того, как благословлять детей Израиля в книге Числа, 6 главе, с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Яхва и сохранит тебя, да презрит на тебя Яхва светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Яхва лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Через неделю в программе «Узнавая еврейского Иисуса» я сфокусируюсь на научной и духовной реальности подлинного значения рождения свыше. Не пропустите этот невероятно важный эпизод. Присоединяйтесь к нам. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живой». Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование?» Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учения настоящие, «Если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса». Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которой прикоснулось наше служение, вы получите награду на небесах. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте СМС со словом «Равин» на номер 4537-777. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и миссианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Синтия приглашает вас в тайный сад общения с Богом в своем послании «Лучи освежения». Это четвертый альбом в серии «Держись за мое слово». Начните свой день с того, чтобы принимать любовь Отца и мир, который превосходит всякое понимание. Слушайте его перед сном или сразу после пробуждения, и вы сразу ощутите покой Отца. Принимайте истину Бога, размышляя над псалмами вместе с Синтией в послании «Лучи освежения». Доступна как ссылка для скачивания или на CD-диске. Закажите свой экземпляр на веб-сайте, адрес которого на экране. Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова